Главный тренер Крылья Совета в прямом эфире. Эмиль, давайте подведем итоги и прошедшей встречи, очень тяжелой, напряженной и всего московского этапа для вашей команды. Для многих может показаться, что команда играла на полусогнутых, еще что-то, не все участвовали, играли бразильцы без замен. Много вопросов на самом деле. На все это только один ответ. Команда собралась буквально за день до турнира, с течения обстоятельств абсолютно. Плюс приехал Нелитов с сложным заболеванием, травма капитана и прочие неурядицы в команде. Все это сказалось на игре. Ну и потом не бывает такого. Вышла команда с чистого листа, сыграла. При всем при этом хочу сказать огромное спасибо команде. Двум этим парням, приехавшим помочь нам, играли без замен. На этапе запланированной 9 очков взяли. Поэтому, как говорится, победителей не судят. Вы чувствовали прогресс от матча к матчу по ходу московского этапа? И по набранным матчкам, по качеству игры, отлично себя проявили? Или вот в тех играх с прямыми конкурентами Лукао и Филиппе? Ну, Лукао и Филиппе, да, сыграли главную роль в команде в играх. Но считаю, что ребята, которым доверяю игровое время, нисколько не подвели, это первое. А то, что прогресс от игре к игре, ну, мне кажется, не только я заметил, да. Понятно, там, Спартак, Кристалл пока другого уровня для нас команды. Будем готовиться, стараться. Еще раз повторяю, задачу выполнили. Взяли 9 очков. Пока, слава богу, все нормально. У нас два месяца впереди, будем готовиться, и дай бог дальше будет лучше. Довольно дебютом Валерия Макаревича, и почему его не удалось заявить уже сразу к первому туру, к первому матчу? Не, он заявлен и в общей заявке на чемпионат страны. Просто, ну, у парня там какие-то свои проблемы Беларуси, разборки. Ну, я не знаю, я в эти дебри как бы не вникаю. Есть проблемы там со сборной Беларуси, на основной работе. Пока вот так, ко второму этапу будет больше, к третьему еще больше, а к суперфиналу будет полностью участвовать. Готов ли он к играм? Я думаю, он показал свою игру. Я очень доволен. Ну, там непонятные голы, но это пляжный футбол. А так, видение игры, понимание, работа на выходах. Я считаю, что вратарь топ-уровня. Если коротко, чему посвятите эти почти что два месяца до следующего этапа времени хоть отбавляй? У нас огромные дискуссии внутри клуба на этот счет. Можем ли мы играть чемпионат Москвы вне конкурса или как-то. Ряд ребят, ну, не ряд, а большое число игроков уедут на Евровинерс играть. Потом, наверное, все-таки нас куда-то допустят. Либо Москву, либо в Московскую область играть. И обязательный отбор в планах это на кубок через регион. Будем отбираться в Самаре на кубок. Ну, как-то вот так. И дальше с 20 июля планируется сбор. Потом Санкт-Петербург. То есть два месяца пролетят, как обычно, не успеешь оглянуться в работе, в трудах. Спасибо вам.